МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас витая служба информации телерадоя компании Гомель, у студии працуя Наталья Игнаценка, глядите у гэтым выпуску. Поселная на старте. Шесть районов в области по чале Яровуюся у Бузерневых. Новые операционные месцы, импортозамещальная вытворчасть и притягнение инвестиций. У СС Гомель-Ратон подвяли выники работы. Добрая традиция. У Гомеля з'явится парк семейных древов. А зараза б гэтым меньшим больше подробязна. Сучасные погрозы, рызыки, компьютерные инциденты – правила поводзена у глобальной сетцы. На посаджении Совета Беспеки у Палаца Незалежности сегодня обмерковывали, «Як зарабить информационное поле краины зручным, эффективным и докладным». У центра уваги президента – концепция информационной безопасности. Документ распрацовывается по дорученні керавника державы з уліком усіх особливостей и тенденцией сучасного становища. По сути, эта система поглядов на национальную безопасность в информационной сфере плюс приоритеты и стратегичные задачи. У створении концепции примали удел держорганы и розные организации – от администрации президента и Академии наук до Парка высоких технологий и найбойнейших СМИ. Александр Лукашенко расставил державные акценты – люди повинны отримливать максимально полную и докладную информацию, мять макшимость оборонить свои особистые правы у медиапросторы и у целым повинны комфортно корыстаться найновшими сродками коммуникации. У тот же час являются и принципово новые риски, связанные с информатизацией. Нарастение в мире конфликтности, отсутствие в данной сфере четких правил поведения превращает эти риски в реальные угрозы конституционным основам и всестороннему развитию любого государства. Вызывает беспокойство наращивание деструктивных воздействий на общество, манипулирование массовым сознанием, распространение недостоверной информации. Именно с них начинаются социальные катаклизмы современности. В результате страдают миллионы людей, меняется политическая карта мира, отодвигаются на второй план общепринятые нормы морали и нравственности, жизнедеятельность любого государства становится все более уязвимой от компьютерных инцидентов. С учетом этих процессов необходима эффективная деятельность государства по обеспечению информационной безопасности. Позначу президенты необходимы практические меры. Среди них засвоение новых форм работы у медиапросторы. Как означает белорусский лидер, необходимо поширить сферу вплыва айчинных СМИ, а также распроцовать пытание системного контроля над распоусюдживанием незаконной информации. Пока это делается от случая к случаю, порой с опаской, порой после рассуждений о каких-то политических последствиях. Все, кто сидит вот за этим столом и там напротив меня, вы не политики. Вы люди, работающие по своему направлению, защищающие интересы своего государства. Оставьте политику президенту. Дело не в том, чтобы кому-то ограничить свободу мнений. Это не со мной. Должен быть порядок, естественно. Все должно быть законно. Законы у нас супердемократичные. А добавить нашу бездеятельность, недисциплинувность, то у нас вообще никакой диктатуры, а полная демократия, которой ни в одной стране мира нет. В противном случае, как это было у нас в истории раньше, все перенесут на кухню. И там будут обсуждать, как в народе говорят, обсасывать все эти вопросы. И рано или поздно это будет выплеснется на улицу. Поэтому делать ни в коем случае это нельзя. Да это и невозможно. И не только потому, что у нас интернет появился. Изменилось общество, планета изменилась. Поэтому заниматься пустотой не надо. Типа запрещать людям высказывать свое мнение. Но если это мнение выдумано, надумано, если это связано с каким-то мнением новость фейковая, выскажите свою позицию. Поверьте, правда всегда победит. Плануется, что концепция информационной безопасности в ближайшие дни будет затвержденная и опубликованная. Шесть районов Гомельской области начали яровую сяубу колоссовых, сбоживых и зернебобовых культур. Поселные агрегаты в поле вывели сельгазорганизации Брагинского, Гомельского, Ельского, Калинковицкого, Лельчицкого, Петриковского районов. В целом с запланованных под яровые 118 с половой тысяч гектаров засеяно 400 гектаров. В остальных районах в области техника працуя на узворванне и подрыхтовцы хлеба. В свободной экономичной зоне Гомель-Ратон обмерковали перспективы ее дальнейшего развития. Средо дельников посаджения, керавники и предприемства у резидентов, которых запросили унести пропановые по ополепшению работы СССР. Захученными думками ознайомился Олег Синцеров. Свободная экономичная зона Гомель-Ратон была створена 21 год тому, 2-го соковика 1998-го. В зарослое складе 68 резидентов. Сколько сепрацующих омают 30 тысяч человек. Для поравнания, стольких людей проживают в двух таких городах, как Добрыш и Чачерск. Замеченное унитарное предприемство Мультипак, один из первых резидентов свободной экономичной зоны, не самая великая поколка сепрацующих, а ли уникальная. В Аусе-Лехе-Бразе такая упаковочная пленка. Сегодня не вырубляется ни у одной краины СНД. Объемы так само не маленькие, 60 тонн в сутки. Причем 95% этой продукции загружается на экспорт. Зарос на предприемство огучивает планы по поширению и творчестве и, как следствие, значим росте объемов. Мы в прошлом году приняли решение расшириться, расширить ассортимент выпускаемых пленок и их объем. Для этого в следующем квартале мы устанавливаем на площади, на существующих площадях Мультипак новую производственную линию. Она расширит как ассортимент производимой продукции, так и в целом увеличит выпуск полимерных материалов примерно на 40-50%. Сучасная свободная экономичная зона Гомель-Ратон размещена на территории 11 районов в области. Я ее особливаюсь тем, что для открытия новых вотворчастей в первую чергу были задельничаны площади, которые долгий час не выкористовывались. Что тычется, досягнутых в опущенный час выникал, и они так само ураживались. В минулом году объем притягнутых инвестиций плановался на взрыве 20 миллионов долларов. По факте отремалось 37. Экспорт продукции 116% замес 105 предовлеженных в первую початку был один проблемный момент рост зарплаты. В целом по СЭС-плюс на семи предприемствах и она снизилась выправлять ситуацию. Тем больше не обходно, что рост заработка у работников-резидентов свободной экономичной зоны потребования керевника державы. Об этом так само размова подчас встречи керевников предприемств и администрации. Был подписан протокол главы государства, где были даны нам поручения. Первое поручение это увеличить заработную плату у резидентов, которые у нас работают, чтобы она не падала заработная плата. Второе это увеличение фонда нашего, который идет затем на строительство дорог, подстанций, улучшаем инфраструктуру за счет фонда развития. Наведение порядка, поддержание порядка и регистрация предприятий на вновь включенных территориях. Мы по этим пунктам отчитывались перед главой государства, сейчас отчитались перед Советом Министров и будем отчитываться перед администрацией президента о выполнении этих поручений. Олег Сентяров, Валерий Копанько, телерадо, компания «Гомель». У «Гомель» на сегодняшний день проводятся у нас пока подготовительные мероприятия. Студенты Белорусского университета транспорта разрабатывают концепцию этого парка. Со стороны Гомельского горисполкома проводятся работы, определяющие, где можно будет там посадить деревья. До речи, в 2019 году по всей области протягнутся работы по озеленению. Причем, в больших масштабах только древ будет высажена на 10 тысяч более, чем летать. Это лечо в складе 35 тысяч. Так само в населенных пунктах региона появится 11 тысяч новых кустарников. Провагу будут отдавать обычным культурам, дубам, берозам, кленам. Высаживать будут как молодые, так и дорослые древы. Великую увагу будут отдавать захаванию саджанцев. Для этого распроценно шерах мероприемствов. Под час экологичной акции добраупорад коем малую увагу звернуть на крынице. Этот год, так же, как и прошлый, идет как год проведения глобальной экологической акции «Обстроим малую родину». Здесь у нас хотелось бы сказать, что в Гомельской области, так же, как и в республике, будут определенные и проведены мероприятия по обустройству родников. У нас уже на сегодняшний день специализированные организации ЦНИКИВР проведены работы по инвентаризации всех родников Гомельской области. И здесь сейчас мы проводим работу, выявляя те родники, которые наиболее востребованы населением, чтобы их обустроить и сделать более доступным людям. Тим часом туи в бетонных чашах сегодня вернули на площадь Ленина в областном центре. В зимовый час рослины бережливо заховывались на державном предприемстве «Червоный гвоздик». И с приходом весны снова готовы радовать гомельчан. Расстановка чаш будет проходить поэтапно. Сегодня свои места в ответности с эскизами заняли 100 рослин. За имя организуют необходимый догляд. Постагодзе разом были спортсмен и тренер судья высшей категории Миколай Нилов и его женка Лариса означали «золотое веселье». Секретом поспехового особистого життя они лечат взаимную повагу. С золотыми юбилярами познайомилася Вероника Гамзюкова. Повага и клопота бджонцы. Такими принципами у семейном житти керуется старшиня областной организации ветеранов физичной культуры и спорта Миколай Нилов уже 50 годов. Йон и его женка Лариса урочисто означают «золотое веселье». Если посоветовать другим женщинам, которые хотят прожить в счастливом браке много лет, то надо делать комплименты своему мужу. Несмотря на то, что говорят, что женщины любят комплименты, мужчины не меньше любят комплименты. И когда мужчина от женщины получает комплимент, у него еще больше оснований творчески работать и оказать внимание жене. Поэтому это очень важно в жизни. Я хочу добавить со своей стороны, нужно тоже заботиться о жене, уважать ее и любить. Познайомились яны во университете. Одной, че Лариса начала свободно размовлять с выкладчиком на французской мове. Миколай одразу закахался у девчину и вырошил, яна повинна стать его женкой. Лариса Дмитриевна каже, что ее покорили блакитные очи Миколая, его добрыня, ширость и открытая душа. За 50 годов юбиляры выховали двух сынов. Для нас это огромная честь, что мы дождались этого золотого повода. Они живой пример проявления любви, проявления заботы, проявления взаимопонимания. До речи, у житей Ниловы было и шматцеподденье. Например, номеры их пашпортов адрозниваются только на одну личбу, а отрымливали яны их в один день. Подчас урочистой церемонии молодые снова расписались и обменялись кольцами. Вероника Гамзюкова, Валерий Гапанько, Тель радуя компания Гомель. Школа безопасности. В Гомеле прошел областный этап республиканского конкурса «Серот школьников». За перемогу смагались 80 участников, которые стали лучшими в районных этапах. Первое выпробование – решение тестовых заданий. Удельникам требовало выбрать правильные отказы. Далее яны демонстровали свои творчие сдольности и показывали выступления на тему оховой безопасности жития деятельности. Еще один тест претенденты на перемогу вытремали подчас проходжения своей гульни, где снова разгорнулася битва розумов. Дети отказывали на питание разной складанности в пяти тематичных ведения в общество культуры безопасности жизнедеятельности. И этот конкурс является неотъемлемой частью этой работы. Те навыки, которые получены детьми в результате проведения этого конкурса, они очень нужны в повседневной жизни и всегда пригодятся своим будущим. И общаясь со своими сверстниками, они, конечно, делятся впечатлениями, делятся знаниями полученными. Пераможцев вызначали у трех взрослых группах. Яны представить нашу область в финале конкурсу, який пройдет с 26 по 28 соковика в Минске. После перепынки теплое и солнечное надворье вернется. Правда придется крыху подчекать. Завтра в день будет без западков до минус четырех в ночи и до четырех с плюсом в день. Учать вермах чем и дождь. Температура поветра складе каля нуля в ночи и до пяти тепла в день. Что день слубки термометра будут подыматься выше. На выходных значно потеплее до плюс 11 градусов. Але не обыйдется без короткачасовых дождей и мощного ветра. Это и а так самая иншая новинная вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресе www.tvergomil.by На этом выпуск завершен. Спасибо за увагу и до новых встреч в эфире. Дефакто продолжает эфир телеканала Беларусь4 в студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. В речце задержана группа закладчиков психотропа Альфа-ПВП. Правоохранителям помог местный житель, который позвонил в милицию, когда увидел, что несколько парней странно копошились на его улице, ходили от дома к дому и копали ямки. Профессионалы отдела наркоконтроля сразу поняли, работают так называемые кладмены, люди, занимающиеся закладкой небольших доз наркотиков. Одного из таких закладчиков милиция задержала на месте. Он успел сбросить товар в канализацию, но улику удалось обнаружить. 16 свертков с психотропом Альфа-ПВП стали доказательством преступления. Но наркодилер действовал не один. Бойцы наркоконтроля быстро вышли на его подельников. Второго закладчика задержали в городе, третьего на железнодорожном вокзале. В кармане его куртки обнаружили пакет с порошкообразным веществом, которого хватило бы на 800 доз. Раскручивая дело, правоохранители смогли выйти и на остальных наркодельцов. Задержано пятеро парней в возрасте 17-18 лет. Все розничные дистрибьюторы интернет-магазина по продаже наркотиков. В ходе обыска сотрудники наркоконтроля нашли тайник с особо опасным психотропом. Свертка с альфа-ПВП хватило бы на тысячу доз, но благодаря милиции и бдительности местного жителя теперь это материал для работы экспертов. Закладчики действовали по обычной схеме, в условном тайнике, забирали сырье, фасовали наркотики по мелким дозам и отправлялись по городам на гастроли, чтобы распространить в укромных местах психотропный товар. Кроме этого, из незаконного оборота выведено более ста закладок не только в Речице, но и в других городах Белоруссии. Изъят фасовочный материал, полиэтиленовые пакеты, изолента, весы, билеты на железнодорожный транспорт. Из-за непогоды в Гомельской области накануне произошло множество мелких и несколько крупных ДТП. Так, в Гомельском районе в неуправляемый занос вошел автомобиль ВАЗ. Водитель стал выруливать и столкнулся с попутным микроавтобусом. Пассажир обоих транспортных средств в больнице. Водитель легковушки оказался заблокирован в авто. Работниками МЧС при помощи гидравлического инструмента был деблокирован пострадавший и передан бригадин скорой медицинской помощи, которая констатировала смерть. Неприятная обстановка сложилась накануне и в областном центре. Из-за мелких ДТП наблюдались пробки, а на улице Советской и на Скользкой дороге занесло троллейбус. Машина зацепила поперек проезжей части. Пассажиры не пострадали. Невнимательность в непогоду стала причиной и других ДТП. В Петриковском районе в миллиардативный канал съехал местный житель на своем Фиате. Он двигался с Копоткевичей в колке и, видимо, не рассчитал скорость. В итоге с травмами был доставлен в больницу. А в Гомеле на улице Междугородней водитель на Мерседесе сбил пенсионерку. Наезд произошел прямо на пешеходном переходе. Женщину госпитализировали но из-за тяжести и травм она скончалась. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Алексей Немкевич. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Определились два полуфиналиста чемпионата Беларуси по хоккею в экстралиге. Борьбу за кубок президента продолжает Гродненский Неман, разделавшийся в областном дерби с Лидой 4-0. Динамо Молодечна в противостоянии с Гомелем также уложилась в 4 матча. На домашнем льду Рысье дважды уступили Зубрам с одинаковым счетом 1-4 и завершили сезон. А вот Металлург продолжает борьбу с Толигорским Шахтером. В Жлобин серия переехала при счете 1-1. Развить успех с Толеваром на домашнем льду не удалось. Два поражения с одинаковым счетом 0-2. Пятый матч этого четвертьфинала завтра пройдет на площадке Горняков. В шаге от полуфинала и юность. Менчане ведут 3-0 в серии против молодежки Ю-20. Серебро и бронза гомельские атлеты удачно выступили на этапе Кубка мира по спортивной акробатике. Турнир проходил в Португалии. Артур Беляков и брещанка Ольга Мельник показали второй результат в смешанных парных упражнениях. Обошли белорусов в итоговом протоколе россияне Кирилл Старцев и Виктория Аксенова. В мужских парных упражнениях бронзу выиграли Алексей Заяц и Артем Ященко. Выше гомельских акробатов расположились спортсмены из России и Германии. В Гомеле завершился 23-й открытый молодежный областной турнир по боксу на призы абсолютного чемпиона СССР Алексея Юкова. За медали боролись представители восьми стран. Боксеры из Гомельской области восемь раз поднимались на пьедестал почета. Победителями турнира в своих весовых категориях стали Максим Паньков и Денис Лопушанский. Серебро на счету Дмитрия Балькова и Александра Коревского. Андрей Пухович, Данил Мороз, Владислав Новиков и Виталий Астанин завоевали бронзу. Всего же на счету белорусских атлетов 14 наград. В Гомеле сегодня стартовало первенство области по вольной борьбе среди юношей и девушек 2002-2003 годов рождения. Турнир собрал 140 спортсменов со всего региона. В конце марта в Гомеле пройдет первенство Беларуси среди спортсменов в этой возрастной категории. Областные состязания, смотр сил перед республиканским турниром. Кстати, Гомельская область на правах хозяйки имеет расширенную квоту на количество участников. Настрой у спортсменов серьезный в международном календаре в этой возрастной категории впереди четыре крупных старта европейского и мирового масштабов. Первенство страны это возможность заявить о себе и получить место в сборной страны. Для этого возраста очень много официальных стартов и тут, я скажу, каждый даже ребенок, попавший не просто занявший первое, там второе место и будет и третье рассматриваться. Ну, стимул для детей, чтобы хорошо выступить на этих соревнованиях очень серьезный. Четыре официальных старта. Я скажу, это все на выезде, поэтому стимул хороший, дети об этом знают, в общем-то, готовятся. Финальные поединки первенства Гомельской области по вольной борьбе среди юношей и девушек 2002-2003 годов рождения состоятся завтра. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь4. Редактор субтитров А.Семкин